Здравствуйте, в эфире Рязанской телекомпании «Город», программа «7 минут». Сегодня у нас в гостях Валерий Демихов, заместитель директора Федерального научно-клинического центра детской гематологии. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня с вами будет обсуждаться тема анемии. Насколько эта болезнь сейчас распространена, а тем актуальна. Анемия из всех болезней крови – это самое частое заболевание вообще в мире. И надо сказать, что в большинстве стран проблема анемии недооценивается. Несмотря на то, что это достаточно серьезная проблема, которая представляет собой и имеет большое значение, особенно в развивающихся странах, но и в развитых странах тоже. Важность анемии подчеркивается, во-первых, ее влиянием на жизнедеятельность человека. То есть, анемия имеет несколько неблагоприятных эффектов на здоровье человека. Наиболее важное из них – это снижение качества жизни. То есть, человек, страдающий анемией, испытывает слабость, недомогание, повышенную утомляемость. И все это, конечно, значительно затрудняет его нормальное существование. Во-вторых, анемия является независимым фактором повышенной смертности. Ну, звучит это немножко страшно, но на самом деле это можно выразить так. Если пациент, страдающий каким-либо хроническим заболеванием, ну, например, сахарным диабетом, или хроническим заболеванием почек, или заболеванием сердца, имеет анемию, то есть, у него развивается анемия, снижение уровня гемоглобина, то риск плохого исхода этого заболевания значительно возрастает. Это тоже очень важно, и это очень часто недооценивается. Ну, врачи рассуждают так, что, ну, что у пациента с сахарным диабетом, ну, подумаешь, анемия, и ничего страшного. И отношения к этому спокойны, анемия часто не лечится, и это ухудшает результаты лечения существенно. И третий момент важный, я бы заострил внимание на этом, то, что выявление анемии у пациента, какого-то, у человека, может быть одним из маркеров какого-то серьезного заболевания. Особенно это актуально для взрослых людей, для пациентов пожилого возраста. Очень часто это можно говорить о неблагополучии, о наличии, например, злокачественного заболевания и так далее. Валерий Григорьевич, а можете назвать какие-нибудь первичные признаки анемии? Вы знаете, анемия, независимо от того, с чем она связана, в общем-то, проявляется в большинстве случаев одинаково. Как я уже сказал, это слабость, недомогание, повышенная утомляемость. И связано это прежде всего тем, что основная функция этой крови – это транспортная, это перенос кислорода ко всем органам и тканям в организме. И когда эта функция нарушена, органы и ткани начинают испытывать недостаток кислорода, развивается, как мы говорим, гипоксия, и это проявляется вот этими самыми симптомами, которые, в общем-то, человеку достаточно сильно досаждают. Но в большинстве случаев никто не думает о том, что у человека имеет место анемия или снижение гемоглобина. Ну, не сами пациенты, конечно, но в большинстве случаев и врачи даже. Но я должен сказать, что очень часто, особенно в последнее время, мы выявляем анемию при отсутствии вообще каких-либо проявлений. То есть, как бы вот такие бессимптомные, немые формы заболевания. И их становится все больше. Что в первую очередь является причиной заболевания? Причина заболевания анемией достаточно разнообразная. Но наиболее частой является дефицит железа. Во всем мире железодефицитная анемия – это проблема номер один. Второе по частоте – это так называемая анемия воспаления. Дело в том, что снижение гемоглобина может отмечаться и практически всегда встречается при различных хронических заболеваниях. Я уже про них сказал коротко. Это заболевания почек, сахарный диабет, различные хронические воспалительные заболевания и хронические заболевания сердца, сердечная недостаточность и так далее. Ну и далее следуют редкие виды анемий. Но, правда, они составляют наибольшую проблему, поскольку весьма затратное это состояние, требует дорогостоящих методик для диагностики и, соответственно, лечения. Влияет ли анемия на беременность? Как она может повлиять на маму будущую и на ее плод? Анемия беременных – это очень интересная тема, на самом деле. И встречаемость анемии у беременных очень высока. Ну, по нашим данным, примерно 50% беременных женщин страдают. Анемия – их концу беременности. Вначале меньше, а к концу беременности до 50%. Основная причина все-таки анемии беременных, конечно, это дефицит железа. Поэтому очень большое значение имеет состояние обмена железа, то есть запаса железа у женщины, которая планирует беременность. Если своевременно до беременности удается выявить дефицит железа и компенсировать его путем назначения лекарственных препаратов, то частота развития анемии во время беременности резко снижается. – Говоря о заболевании анемии в общем и целом, можно ли назвать какие-то элементарные пункты по ее профилактике? – Да, конечно. Профилактика, она, безусловно, связана с причинами развития анемии. А поскольку, как мы с вами уже говорили, что основная причина – это дефицит железа, конечно, основная причина профилактики, основная профилактика железа, дефицитная анемия – это профилактика дефицита железа. То есть, учитывая, что элементарный фактор играет высокую роль, то, естественно, хорошее питание. Это своевременное выявление. То есть, вот, например, у нас кто находится в группе риска по развитию железа с дефицитной анемией? Это дети раннего возраста, это девочки-подростки, когда у них формируется и начинается их физиологическая функция менструальная. И женщины репродуктивного возраста и беременные женщины. Вот профилактика именно в этих группах, то есть, профилактика и медикаментозная. Профилактика связана с тем, что, например, для детей грудного возраста это смеси, обогащенные железом в группах риска. У женщин репродуктивного возраста, это в период планирования беременности, обязательно обследование и выявление дефицита железа. И своевременная компенсация его. Вот это основные шаги для профилактики железодефицитной анемии. Ну, а анемия, которая связана с воспалением, со злокачественными заболеваниями, здесь профилактика, возможно, только профилактика основного заболевания и своевременно адекватное лечение основного заболевания. Ну, и, конечно, существуют определенные современные методы лечения анемии. и воспаления, собственно, которыми мы занимаемся, разработкой этих методов и внедрением их в клиническую практику. Это применение препаратов рекомендантного эритропоэтина и так далее. До недавнего времени в основном для лечения этих анемий использовались переливания крови. А сейчас мы разрабатываем альтернативные методы лечения этой группы заболеваний. Ну, и поскольку вы спросили все-таки про профилактику анемии, и мы заговорили про беременных, я бы еще раз хотел сказать, что вот именно для беременных решение проблемы анемии беременных, оно лежит в плоскости женщин еще до беременности. И у девочек, и подростков. Повторюсь, но это очень важный момент. Своевременная диагностика, выявление дефицита и лечение его профилактирует развитие анемии. Какие-то новшества сейчас существуют в фармакологии по лечению заболеваний? Да, вы знаете, медицина – одна из стремительно развивающихся направлений и вообще науки. И в лечении анемии много нового. Ну, возьмем даже обычную железодефицитную анемию. Продолжительность лечения пациента с легкой формой железодефицитной анемии обычно – это не менее двух месяцев. Ну, как правило, два-три месяца. А тяжелые – до полугода. Так вот, в настоящее время для пациентов старше 14 лет мы можем предложить, ну, сейчас модное слово, инновационные технологии лечения. То есть, заключается они в том, что появились препараты, в частности, отривенного железа, который позволяет вылечить анемию за один или два визита к врачу. Причем эти препараты абсолютно безопасные, имеют высокий уровень, как мы говорим, комплоентности, то есть удобство его применения и безопасность для пациента. Это чрезвычайно удобно. И вот сейчас беременная женщина, например, которая вынуждена были месяцами принимать препараты железа, мы за один-два визита вводим им железо, и они избавляются от применения препаратов железосодержащих, которые вызывают массу всяких неблагоприятных побочных эффектов. Боль в животе, запоры и так далее, и так далее. Это очень важный момент. Спасибо большое, Валерий Григорьевич, что пришли к нам в гости. Это была программа «Семь минут». Удачи вам, крепкого здоровья, всего вам самого хорошего. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!